Всем привет! В предыдущем ролике мы говорили о том, как спроектировать самодельный мини-трактор. В этом ролике я хотел бы рассказать, как можно посчитать его тягу и скорость. Итак, приступаем. Что нам надо для того, чтобы провести эти исчисления? Нам нужны такие данные. Максимальный крутящий момент двигателя и на каких оборотах он находится. Мы их назначим. Это M крутящий и обороты. Нам еще будет нужно передаточные числа в трансмиссии. Это в коробке передач каждое передаточное число в всех цепных или ременных редукторах. Нужно в каждом редукторе знать передаточное число. Дальше диаметр ведущего колеса. Ну и, соответственно, радиусом это все легко. Вот так немного нам нужно. И вот тогда мы сможем посчитать скорость и тягу. Ну давайте посчитаем скорость. Формула очень простая. Скорость равна... Берем обороты двигателя. Делим на передаточное число трансмиссии. Умножаем на число π и умножаем на диаметр ведущего колеса. Ну давайте для примера возьмем. Двигатель, который я использовал для своего мини-трактора, у него максимальный крутящий момент находится на 3000 оборотах. Это число я, в принципе, играл для вычисления. Почему это число берется? Это делается так, потому что все тяжелые работы самый оптимальный вариант делать на вот таких оборотах двигателя, на которых двигатель имеет максимальный крутящий момент. Дальше. Берем эти самые обороты, делим. В моем случае передаточное число трансмиссии на самой нижней передаче равно 137. Ну как его посчитать? Ну в принципе, так для примера один раз посчитаем. Возьму калькулятор. В моем двигателе я знаю, какие там идут передачи. Первая цветная передача в двигателе имеет редукцию 2, 17. Далее. Первая передача в двигателе. Это все я умножаю, чтобы узнать это общее передаточное число. Надо все числа, передаточные числа трансмиссии между собой перемножить. Далее. Берем. 2, 17. То, что я говорил, умножаем на первая передача на двигателе. Это 3,17. Запятая 17. Далее умножаем на... У меня идет дальше реверс-редуктор. Там передаточное число 2,08. Дальше умножаем на цепной редуктор. Это 0,62. Далее. Первая передача на коробке передач ВАЗ. Это 3,75. И редукция в мосту умножаю на 4,125. Получается 137. Так и есть. Вот это число и есть. Далее. Число ПИИ 3,14. И диаметр ведущего колеса у меня получается 0,67 метра. Если это все сделать, получается 46. В каких единицах? Это мы брали обороты. Это обороты в минуту. Поэтому у нас здесь получается на выходе тоже минута. И мы брали диаметр колеса в метрах. Поэтому и здесь получается в конце тоже единицы в метре. Значит у нас получается скорость 46 метров в минуту. Ну, чтобы это было как-то нам приличнее, лучше перевести эту скорость в такие единицы, как километры в час. Для этого мы это число помножим на такой коэффициент 0,06. Получается вот 2,76. Это уже скорость в таких единицах, как километры в час. Вот это я для примера посчитал минимальную скорость моего мини-трактора. В принципе, если у вас там, так как я рекомендовал, есть 2 коробки передач в мини-тракторе, то вам очень полезно будет посчитать скорость на каждой из этих передач. Это у вас получится там, грубо говоря, 16 таких чисел. Будет минимальное, там какие-то средние, не максимальное. Ну, ясное дело, что лучше это делать с помощью компьютера, там программы Excel это все легко делается. Вы один раз пишите вот эту себе формулу там, в формулах, и программа вам полностью все результаты выдает по каждой передаче. Далее давайте посчитаем тягу мини-трактора. Формула тоже, в принципе, не сложная. Итак, тяга равна, берем максимальный крутящий момент двигателя, умножаем на передаточное число трансмиссии и делим на радиус ведущего колеса. Все просто. Ну, для примера, давайте так же посчитаем тягу на самой нижней передаче. 2,5 это максимальный крутящий момент двигателя. Ну, надо сказать, что откуда берутся эти числа. Когда вы покупаете двигатель, или там не покупаете, а где-то его достаете, скажем так, вы должны иметь там технические характеристики, двигателя. Там все есть. Написано максимальный крутящий момент двигателя там 2,5 при 3000 оборотах. Все, и вам больше ничего не надо. Берете эти числа и все можно посчитать. Идем далее. Так, значит, 2,5 это максимальный крутящий момент двигателя. Ну, там еще несколько слов скажу о единицах, в которых это число подается. Может быть, как я написал, это 2,5 это килограмм силы на метр. Может быть, в ньютонах на метр, тогда будет приблизительно 25. Ну, это уже несложно разобраться. Если сюда, какие единицы вы сюда начально вставляете, такие будут у вас на выходе. Это все легко. Но я беру килограмм силы, потому что потом легче, так скажем, оценить эту всю тягу в килограммах. Значит, берем 2,5 умножаем на то же самое число 137, это самое нижнее передачи в трансмиссии и делим на радиус колеса. Диаметр делим на 2, это у нас есть радиус, его и сюда и подставляем. Получается у нас 1022 килограмм силы. 22 килограмм силы. Это тяга на самой нижней передачи. Но в принципе также рекомендую эту формулу забить в Excel грубо говоря и посчитать себе тягу на каждой из передач вашей трансмиссии. Тогда вы будете иметь такую хорошую таблицу, в которой будет соответствовать каждой скорости каждая тяга. В принципе для практики вам очень будет полезно, я себе вот так делал, даже распечатал такую таблицу, чтобы на первых парах просто хотя бы для себя уяснять какая передача за какой по порядку идет. Если мне надо немного понизить скорость, то я себе под этой таблицей видел на какой передаче у меня получается немного меньше скорость или надо немного больше, то я по этой таблице себе легко переключался. Ясное дело, что через некоторое время я уже выучил и эту таблицу не подглядывал. На начальном уровне это помогает. В принципе по расчетах можно сказать, что и все. Еще несколько слов. Я очень люблю после каких-то вычислений сделать анализ этого всего. В теории скажу. Есть такое золотое правило механики. Это при увеличении скорости мы теряем тягу и наоборот. Вот давайте посмотрим на формулу и увидим, где это происходит. Вот при пощуте скорости я беру обороты двигателя и делим на передаточные числа. То есть каждая редукция уменьшает скорость. Так и есть. нас получается, что редукция уменьшает эти обороты соответственная скорость. А что делается при расчете тяги? Берем крутящий момент и умножаем на передаточные числа. То есть редукция, которая здесь уменьшала скорость, здесь увеличивает тягу. Короче говоря, все работает. Золотое правило работает. Давайте еще проанализируем, что у нас получилась тяга на самой нижней передаче. Вот мы когда проектировали мини-трактор, то хотели, чтобы он развивал тягу, грубо говоря, кажется, 300 кг усилы. У нас получилось, грубо говоря, 1000. Как это так? В принципе, давайте реализировать. Это мы посчитали тягу, которую может развивать двигатель и вся трансмиссия. То есть на колесах у нас в этой точке будет тяга, грубо говоря, 1000 кг. но я говорил в предыдущем ролике, что одна из основных характеристик мини-трактора это его масса. За счет нее и создается вся тяга мини-трактора. Мы говорили, что нам для тяги 300 кг надо, чтобы на задней оси было примерно 500 кг веса. Ну, так или в принципе допустим, что у нас так и есть. Здесь 500 кг веса за счет того, что этот вес не может настолько сильно прижать мини-трактор к земле и эта тяга никогда не развенеет. Не будет развита этим мини-трактором. В принципе, для того, чтобы двигатель использовать сполна и вот эту тягу снимать с мини-трактора нам надо что? Увеличить его вес всего-навсего. Поставить ему еще сколько надо где-то килограмм. Грубо говоря, давайте тонну дыхать. Пусть будет тонна. Кинем сюда ему еще тонну и тогда грубо говоря он уже эту тонну спокойно будет развивать в тяге. Но тогда что происходит? Тогда происходит то, что на легких оборотах на легких работах в принципе эта тонна будет просто вам мешать. Это будет перерасход топлива ну и в принципе это будет минус. Но грубо говоря из-за того что вы понимали что скажем так всю ту тягу которую развивает мини-трактор она скажем так зависит только от массы мини-трактора потому что двигатель может значительно большую тягу развивать но масса ее как бы говоря обрезает вот это основной такой момент в расчете тяги мини-трактора давайте еще поговорим о том что будет у нас в реальности с скоростью и с тягой в принципе я вот так такое немножко сделаю типа задание для раздумий вот на практике это скорость что мы посчитали будет действительно только на твердом покрытии и скажем не на больших скоростях грубо говоря но на меньших скоростях и при тяжелой работе еще в мягких грунтах то эта тяга эта скорость будет меньше чем рассчитывалась чем она рассчитывалась за счет чего я уже в следующем ролике скажу и объясню что там происходит также давайте посмотрим на тягу на практике то что мы посчитали понятное дело даже если мы обрежем по весу мини тракта пусть будет 300 все равно этих 300 не будет реально развивать такую тягу почему тоже я скажу на следующем ролике пока кто догадался может написать в комментариях ну в принципе вот и все вот такие вот моменты легко все считается но скажем так больше я вот люблю после этих подсчетов все это проанализировать и тогда уже проверить на практике ну пока все